И снова всем привет, друзья! С вами канал Android Software. В сегодняшнем видео хочу вам рассказать, что делать, если у вас на компьютере или ноутбуке пропала возможность подключаться к доступным Wi-Fi сетям. То есть, в моем случае есть сеть, нажимаю и ничего не происходит. Хотя к моему компьютеру в данный момент подключен Wi-Fi адаптер, он полностью рабочий, но здесь Windows не отображает доступные Wi-Fi сети. Данная проблема встречается как на ноутбуках, так и на компьютерах. Что же делать в таком случае, если у вас тоже нет возможности подключиться к Wi-Fi сети и просто у вас не отображаются здесь доступные Wi-Fi сети. Смотрите, что нужно сделать. Мы переходим в поиск вот сюда. Перешли в поиск и здесь пишем службы. Написали службы, нам нужен вот этот вот пункт службы приложения. Жмем на него. Так, ребят, демонстрирую я все на примере Windows 10. Так, перешли в службы. Далее здесь нужно проверить две службы. Давайте я сейчас найду и продемонстрирую. Первая из служб это журнал событий Windows. Открываем ее. Смотрим, если она у вас отключена, как в моем случае, жмете здесь автоматически. После этого жмете кнопку применить. После этого запустить. И после этого жмем кнопочку ОК. Все, сделали. И теперь нужно проверить еще один пункт. Называется он служба автонастройки в LAN. Давайте поищем данный пункт и также вам продемонстрирую. Вот данный пункт. Переходим в него также. Здесь опять же выбираем автоматически. Жмем применить. Жмем запустить. И жмем ОК. Все, эти два пункта мы активировали. Теперь нам необходимо перезапустить компьютер. Давайте перезапустим и посмотрим, что у нас получилось. Итак, ребят, компьютер у меня перезагрузился. Давайте опять зайдем в наш пункт. Сеть. Жмем сюда. И вуаля, у нас появились все доступные сети. Которые мы теперь можем подключиться. Вот моя сеть. Давайте нажму подключиться. И все, ребят, мы без всяких проблем уже подключились к Wi-Fi сети. Вот у нас соответствующий значок также здесь появился. То есть, ребят, вот таким вот образом легко и просто исправить данную проблему на вашем компьютере или ноутбуке. На этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Если данное видео было вам полезно, обязательно поставьте лайк и напишите комментарий. Под этим видео помог ли вам данный способ или нет. Также не забывайте подписываться на мои каналы. На YouTube, Яндекс.Дзен, ВКонтакте, Рутуб и Телеграм. А я на этом с вами прощаюсь. И всем до новых встреч.